Девочки и мальчики, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал! Сегодня я снимаю для вас влог. Дело в том, что я немного приболела, но поэтому я, наверное, такая вот... Такая вот немножко странно, потому что я не болела с тех пор практически, как переехала сюда, в Америку. У меня просто простуда, Сара перенесла со школы, потому что Сара тоже немножко болеет. Сегодня я хочу отправиться в магазины и поснимать для вас, что продают здесь в Америке на Новый год, на Рождество. Я думаю, вам будет это интересно. И в этом видео я поделюсь с вами очень радостным событием. Наконец-то, наконец-то выходит мой новогодний бьюти-бокс. Я знаю, что предыдущая коробка пользовалась огромным успехом. И этот бьюти-бокс тоже похож на мою предыдущую коробочку. Ну, все вы увидите в конце этого видео, объясню вам ситуацию. Вот, и да, в конце ролика анонс моего бьюти-бокса, который будет продаваться по всем странам СНГ. Так что не пропустите, а теперь пойдемте вместе со мной. Будем рассматривать, что же продают. А продают столько всего прикольного. Ой, была моя воля, я бы раскупила все, что сейчас выставлено в магазинах на Рождество. У нас только все красивое. Все просто продумано до мелочей. И я хочу, чтобы вы это увидели своими глазами. Оставайтесь вместе со мной. Больше всего мне нравится в Таргете выбор товаров к Новому году. Здесь много игрушек недорогих. Смотрите, мне так нравятся вот эти просто прозрачные. Красивые. Наборы, посмотрите, какие красивые. Сразу набор покупается на целую емку. Класс. Мне одна зрительница написала, что в Таргете самые недорогие игрушки и елки. Недорогие это сколько? В 1 доллар вам тоже можно купить вот это все, в принципе. Это тоже интересно. Шишки. Я даже не знаю, почему многие называют Таргет дешевым магазином. Якобы здесь закупаются только люди из неблагополучных семей. Кто-то из подписчиков мне такое написал. Но я вам скажу, здесь цены не так уж и дешевые. Не такие уж и дешевые, да. Потому что вот если брать дешевые магазины, вот реально, которые дешевые, это Aldi, где действительно можно купить очень дешево еду и разные-разные товары. Смотрите, какие эксклюзивные игрушечки на елку. Классные. Вообще, вот какого только нет персонажа. Я еще такого не видела. Выбора игрушек. Гарри Поттер. Боже, это надо Саре купить. 7 баксов. Игрушка Гарри Поттер. Да. Игрушка Волан-де-Мор. Это что вот это? Шаверма? Прикольно. А вот, смотрите, клубок с нитками. Игрушечки такие на елке. Блин. Такая крутизна. Ну, это же чисто бьюти-игрюшка, бьюти-блогера. Огурцы. Кстати, где-то я уже это видела. Именно вот это вот. Огурчики. Да, ну это для любителей еды. Елка в хот-догах. Гамбургеры. И шавермах. Я все. Я здесь остаюсь. Мне так нравится это все. Звездные войны вообще. Класс. Блин, ну какие же они прикольные эти американцы. Вот тоже разные игрушки. А вот сразу можете купить готовую и не париться за 20 долларов. Санта. Hello. А вы любите делать вот так? Ну как? А, надо включить. Самое прикольное, что у меня было дома три елки. Но я их все отдала. Все. Ой, сколько здесь всего. Я так удачно зашла в Таргет. Слушайте, ребят. Здесь оказывается много всего для Рождества Нового Года. Потому что вот, что в Волмарте, очень мало всего. Ой. Да, может быть взять простую вот такую елочку. Нам даже некуда их вешать. И специально маленькие игрушечки для маленьких елочек. Как мило. Я бы взяла маленькую елочку. А что, Саре прикольно будет. Будет ее сейчас украшать, придет. Можно взять набор игрушек и маленькую белую елочку. Мило? Мило. А вот смотрите, как интересно. Вязанные такие подставочки для основания елки. Прям под елку кладете. И вот они разных узоров и цветов. А это звезды. Звезды у нас сосульки еще любят. Блин, это красиво. Я же люблю все блестяще. Очень красивый. Это тоже классно. Конечно, хочется большую елку. Но мы вдвоем. И ставить особо некуда. Ой, вот эта красота. О, а так посмотрите наверху, что происходит. Класс. Они все светящиеся. Оказывается. Санта, стоп, хир. Круто. Веточки тоже продают. И мне очень нравится на дверь. Это если у кого-то большой красивый дом, то на наружную часть двери вот такой вешается красивый. Очень красиво, я бы сказала. Как это называется? Венок. Да, все, простите. Венок. Шишечки. А это что? Видимо, для декораций. Бантики. Класс. Тут цены такие, вот посмотрите, елки искусственные. 130, 180 долларов, 120, 200. Вот вообще какая-то со скидкой 56 долларов. Я бы купила большую, если бы у меня, например, был свой дом, да, или своя квартира, потом, чтобы ее сложить, эту елку, и уже использовать каждый год. Но если мы временно живем на этой квартире, то я не вижу смысла тратить деньги. Сейчас 200 баксов на елку. Не знаю. Пойдем туда, где у кого будет елка. К Натасе поедем. А вот смотрите, какой выбор носков. Тоже какие хотите. Милота милейшая. Все для декора к Рождеству. Вот где надо покупать. В Таргете. Я думала, что здесь ничего нет. Случайно засла и обнаружила сокровище. А это уже подставки для елок. Видите, как все продумано. Да, даже специальная сумка для игрушек, чтобы они потом не бились. Упаковываете и убираете. Какие молодцы. И для елки даже мешок есть. А, и даже есть для рулонов, вот этих подарочных, обверточных. Я не могу. Есть ли, существует ли что-то такое, чего не придумали здесь в Америке еще. Соответственно, удлинители рождественские. Как без них? Именно рождественские. Именно. Потому что, видите, здесь нарисована елка. Ну, видимо, они специальные, безопасные. Знаете, чтобы не возгорались елочки. Потому что столько случаев, что эта проводка плохая. Елки просто вспыхивают. А это на улицу выставлять. Правда, на картинке показан снег. А у нас во Флориде снега нет. Вот так примерно они будут стоять во дворе. Очень красиво смотрится. Кстати, можно поснимать еще, как американцы украшают к Новому году свои дома. Дома, обверточная бумага. Здесь чоночки, мальчишечки. Посмотрите. Обверточная. Правильно я назову? Упаковочная бумага. Обверточная. И бантики, бантики. А бантики, смотрите, еще вот в мешках прям. Только бантиков на подарки. И скотч сразу. Вот, чтобы он все. Вот сразу рулон, скотч, бантик. Все. Идти никуда не нужно. Соответственно, гирлянды и в таких количествах, такие длиннющие, чтобы дом возможно было украсить. Есть и для елок, есть и для домов. А вот сразу образец, как они будут выглядеть. Мне очень нравятся белые, холодные лампочки. Есть и для шишек. Вон, красивые тоже очень. В виде шариков тоже. Да ладно, все красивые. И они, видите, LED Philips. Прикольно. То есть, значит, они очень качественные. Тоже образцы. А это проектор на дом. Вы направляете эту лампу, и ваш весь дом просто в снежинках или в чем-то еще. Вот тоже как бы образец. И пошла еда рождественная. Такая шампусик, печеньки. Кладем. Ну, традиционные сладости, это, конечно же, палочки карамельные. Просто взавидуется. Смотрите, какие конфеты. Еще иногда такие конфеты, карамельки на елку вешают. Два доллара одна стоит. Ну, потому что она большая. О, сломали уже. Да, и вот сладости пошли. Сладости. Кто что любит, пишите в комментариях. Какие сладости любите вы? Именно американские. Лично я вообще ничего не люблю. Вот я захожу, меня даже не тянет ни к чему, чтобы купить какую-то там, не знаю, гадость. Там сникерсы, мэнденсы, херши. Я вообще ничего не хочу. Мне кажется, это такое все химозное. Дети любят, конечно. Такой милый дом. Кстати, вот эти кисы с конфетой, это большая одна. Я равнодушна ко всему. Кто-то любит вот эти, потому что внутри здесь... Боже, забыла. Кто-то любит вот эти конфеты, потому что внутри здесь... Ох, арахисовая паста в молочном шоколаде. Смерть! Это просто целлюлит-привет. Вкусные Дед Морозики разные. Конечно, помню, в детстве для меня это был бы просто шок, да, если бы вот это все было доступно. Потому что кто-то, помню, привозил из Америки, там, из Японии, такие вот сладости интересные. Дети все сходили с ума. Мне папа, помню, из Японии в детстве привозил сапоги такие с Дедом Морозом. С конфетами тоже. Но я здесь в Америке таких не вижу. Они в Японии распространены очень. Ну вот сразу целый набор в виде елочек. Нет, это слишком калорийный. Даже ММДэмс посвящен Новому году. Сара, кстати, любит Пеппер Минт. Тоже сколько хотите. Видите, разные, при разные виды ММДэмса. Я не разбираюсь, какие новые появились, какие были уже. Но, потому что не покупаем. Ну, какой же Новый год без Феррера Роше. Вау, я такой не видела еще конфеты. Очень большая. Я думаю, что тоже такие конфеты ставятся под елку, либо на стол праздничный. Ну, а здесь у нас для попкорна такие же стены. Да, как же Новый год без попкорна. Сладкая вата, шампанское. Шампань. Вот это классная Просека, кстати. Тоже, видите, продают специально. Именно вот к Рождеству надо пить это Просека. Именно. А здесь, кстати, разные игрушки. Ну, видимо, знаете, там на подарки детям берут по мелочи здесь. Потому что здесь недорого. И все такое разнообразное. О, вот эта Сара очень любит. Вот эти вот всякие лизуны в банках. Ну, и думаю, не только Сара, а все дети это любят. А с этой стороны снова сладости детские. В виде денег, в виде монет. И нуденсы. Кислятины всякие. О, мне кажется, я просто переела этого всего в детстве, поэтому не хочу. И я так рада, что я не хочу это все есть. Это уж прикольные тросточки с конфетами внутри. Три за пять. Даже Старбакс предлагает нам рождественский кофе. Ассоциация с Рождеством, конечно, Старбакс, да, ассоциируется с этим днем. Это должно быть вкусно. Люблю вишню в шоколаде. Вот единственное, наверное, что я люблю. Но не знаю, вкусно или очень. Есть молочные, есть горькие. Специально не покупаю никогда конфеты. Они у меня оказываются как-то случайно все время дома. Либо кто-то приносит, либо... Да, кто-то приносит. Где ты, елочка? Вот она какая. Пойдем ко мне. Ну вот и пришло время сделать анонс моего новогоднего бьюти-бокса. Я надеюсь, он вам понравится. Этот бьюти-бокс похож на предыдущий бьюти-бокс. Сами знаете, что первая коробочка пользовалась огромным успехом. Плюс еще были небольшие проблемы с логистикой. Но мы решили этот вопрос. Теперь коробочка будет продаваться официально на сайте. Все будет проходить через сайт. Теперь вы сможете с легкостью оформить заказ коробочки. Выбрать варианты доставки, которые вам наиболее удобны. Также количество коробочек. В общем, все теперь очень просто и легко. Теперь все это осуществляется через сайт, а не через WhatsApp. Поэтому все проблемы решены. Извините, что произошли небольшие недоразумения с предыдущим бьюти-боксом. Но теперь мы исправили ситуацию. Теперь все доступно, прозрачно. Вы можете заказать коробочку на сайте. Ссылку на сайт я оставлю под этим видео. В моей коробочке вы найдете Дезодорант, Антиперспирант, Лаоски, Лотос от Ифроше. Также я хочу познакомить вас с российским производителем натуральной косметики. Они изготавливают продукты из натуральных ингредиентов. Очень качественные, очень все такое хелси. Как мы любим бренд Бетовикос. Массажное масло и крем-гей для душа. И снова в моей коробочке вы найдете помаду Джорджи Армани. В оттенке 503. Тушь для ресниц с кокосом от Maybelline. Мицеллярная вода от Nuxe. Тональное средство Makeup Cover от Dermacol. Еще в моей коробочке вы найдете очень классный крем для рук. От бренда Me & Co. Еще одна на этот раз увлажняющая тональная основа. От Ифроше. В универсальном оттенке, который подойдет каждый. Также натуральное мыло весенняя роза от бренда Fresh U. Следующий продукт для волос. Это мультифункциональный спрей для волос от Selective. Металлическая помада от NYX Professional Makeup. И немножко ностальгии в мой бьюти-бокс. Я добавила свой самый первый любимый аромат Lanvan. Это сэмпл. А также смягчающая питательная маска от бренда Laena. И еще одна маска от бренда Pure Health. Подробную информацию о том, сколько стоит бьюти-бокс, как заказать, какие способы доставки существуют, вы найдете на сайте. А ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. С наступающим вас Новым Годом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok